Приветствую вас уважаемые друзья и коллеги по хобби. Сегодня хочу поделиться с вами своим фирменным рецептом картофельной колбасы. Для этого нам понадобится килограмм картошки и килограмм фарша. Фарш буду использовать курино-свиной. Как я делаю данный фарш вы можете посмотреть в видео домашняя колбаса. Ссылочка будет в описании под видео на домашнюю колбасу. Ну фарш довольно простой. Примерно на килограмм свинины мы используем 600 грамм курятины. Сейчас картошку перекрутим как для драников на мелкой терке. И в этом нам поможет мясорубка зельмер. Довольно быстро проходит этот процесс. Натираем мелко картошку. После этого смешиваем картошку с фаршем. И наспеговываем это в кишку. Запекать в духовке. Колбаса получается очень вкусная. Если вы еще не пробовали картофельную колбасу, то советую и рекомендую приготовить и попробовать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Как видите, чеснок сделал крупными кусками. Теперь смешиваем картофель с фаршем, добавляем приправы, соли по вкусу и перемешиваем. Добавляем смесь приправы. И побольше черного перца. Соли добавляйте по вкусу, кто как любит. Я примерно добавил столовую ложку соли. Подготавливаем фарш, замешиваем. Лучше это делать руками, чтобы более равномерно все замешать. Полоса делается довольно быстро, особенно если вы ее сделаете пару раз. Потом вам вообще не составит труда ее делать. Главное, да, чтобы были приспособления. Сейчас фарш замесим. Примерно минут 10 дадим ему постоять. И начнем начинять уже подготовленную кишку. Вот, друзья, получился вот такой фарш. Картофельно-мясная смесь. Теперь отставляем в сторону. Ставим чугунный казан. Предварительно проложили пергаментную силиконовую бумагу. И сейчас будем начинять колбаски. Колбаски. Порожили пергаментную смесь. Но в ажио-мясной смесь. Итак. Порожили пергаментную смесь. Порожили пергаментную смесь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Начинили колбаски Теперь ставим их в духовку И при температуре 200-220 градусов Будем запекать их около 40 минут Прошло 40 минут Достали Картофельную колбасу С духовки Вот так она красиво подрумянилась Сейчас отрежу Положу на тарелку И покажу как она выглядит внутри Запах просто обалдеть Уложил на тарелку Конечно предпочтительно данные колбаски Кушать с каким-нибудь соусом Или со сметаной Шкурка такая вот хрустящая Вот так вот колбаска получилась внутри Запах очень ароматный пошел Ну и на вкус Поверьте мне Данные колбаски очень-очень вкусные Поэтому рекомендую Попробовать Если вы никогда не ели Картофельную колбасу Надеюсь вам очень понравится На этом буду друзья заканчивать это видео Спасибо вам что смотрите канал Что поддерживаете Спасибо что комментируете Всех благ вам И вашим близким друзьям Субтитры сделал DimaTorzok